и мы продолжаем наш супер тренинг по специальному мануальному массажу и что мы сделали мы сделали декомпрессию были локтиловые техники да и теперь переходим к частному случаю лопатка это будет цвет номер пять вот мы закончили там где закончили там и продолжаем вытягиваем трапецию на себя заворачивается вот туда и ключица крепится примерно 1 3 случится вот мы оттуда вытягиваем вторая рука и догоняет кулачком и разминаем трапецию об свою ладонь плечо и рука захватывает локоть выращивают его сюда приподнимаем его и с этой стороны тоже мышцы дельтовидные разминаем пальчиками вот вот и кроме она отростка вот от него мы их оттягиваем спереди крепится еще малая грудная мышца вот ее тоже прорабатываем а этот локоть у нас лежит на твоем самом месте где опирающие косточки тазовая и крестец да то что-то подидано она у нас данной техники не работает она просто управляет локтем работает вот эта рука то есть если нам надо поднять плечо да мы вот обнимаем надо опустить чтобы открыть лопатку да опускаем вниз чем ближе локоть к телу тем больше лопатка раскрывается вот видите у некоторых людей туда чуть ли не пальцем можно вставить это значит очень хорошая лопатка у некоторых вообще не поднимается прям плоская вот это вот плохо все суставы должны хорошо работать если надо раскрыть трапецию здесь то мы и берем за локоть и раздвигаем вот следующее мы подхватываем снизу в кроме антроста упираемся а здесь упираемся в лопатку и раскручиваем лопатку в эту сторону потом в эту сторону здесь к лопатке крепится соответственно вот отсюда идут леватроскапулус мускулус вот отсюда дальше ромбовидные мышцы идут новая и большая ромбовидные мышцы этот мы растягиваем вот такими движениями а в эту сторону к лопатке крепится зубчатые мышцы мы их растягиваем в эту сторону туда-сюда несколько движений это видите не массируют я не скольжу да а именно растягиваю а вот предплечье заодно еще и шире дополнительно массируют массируют точно少 постель sparkling делаем склонность лопатку теперь перешли на вот эту часть трапеции и отдельно ее дать уже локально растерли согрели размяли запястьем, медленно перешли на локоть, и локтем опять те же самые соперливильные движения, с ударами, такими маленькими, в реберном поперечном сошлимении. Разбили, продавили. Теперь трапецию, если у себя часто болит, да, растягиваем ее за локоть, да, и одновременно своим боксом поминаем вниз и вверх. Раздержали, потом опять растянули, помняли, сдавили, растянули, сдавили. Теперь вот будем, ну вот до этого мы делали подъем вот такой, этой часть ладони, да, теперь другой часть ладони, вот этой костюшкой пальца большого, да, поднимаем трапецию на себя несколько раз вот так вот. Видите, как она хорошо поднимается. И теперь будем проходить точки. Там, где акромиальный отрост, крепится к ключице, вот ключица вперед пошла, да, заканчивается вот эта трапециевидная мышца, вот тут точка, соответственно, продавлена вот тут посередине продавливаем точку, посередине этой мышцы. уголок лопатки, продавливаем в него. Все давления у нас идут, это комплектурная точка, все давления идут перпинципулярно в тело, то есть вот отсюда. Большой палец сильнее, да, поэтому лучше большим пальцем. Рука в этот момент лежит здесь, и у нас половина корпуса на человеке отдыхает, только мы просто отдыхаем. Это сейчас корпус наш отдыхает. Продавили точки, где мышцы закончились, да, вот тут уже свободное место, тут не продавливаем, а тут вставили туда палец большой, и оп, вот наш палец движением за локоть. Глубоко зашло, да? Ладно, повесь на тебя. В общем, вот так вот растерли, и заодно размяли локоть, да, ну, смысле, расслабили его. Человек, если держит локоть, да, то постарайтесь ему там подсказать, чтобы он его расслабил. У некоторых болит плечо спереди, поэтому рука не загибается назад, да, тогда придется это делать либо в такой позе, либо вообще положить руку вот так. Далее мы поднимаем локоть, и вот пошли уже мануальные техники. Чтобы руку расслабила, тоже мы предупреждаем, руку подвесли. Тут мы даже не держим, вот просто на уголке лежать. И вот так вот. Но плечо должно быть гораздо ниже. Мы его не тянем вот так, а вот там лежит. Локтем упираемся в, получается, ребра здесь, первое, второе ребро. Вот мы за них тянем позвонки. Вот такой рычаг, вот внутренний рычаг. Потом вышлидем по ребрам, и еще рычаг. Вообще вот спереди будут вот так еще захватить передние мышцы. Раз. Чем выше поднимаемся, тем выше рука спускается к локтю. Теперь усиливаем эту форму. Вот не можете продавить человека, да? Тогда эту руку подсовываем, у нас получается вот двойной рычаг. И этой рукой, и этой рукой мы еще продавливаем. Если надо позвонки, вот они были смещённые, например, в одну сторону. Вот мы, да? Повернемся, то мы ему еще больше. Загиваем голову. Рука тоже назад, чтобы не мешалась. И теперь уже давим непосредственно в позвонки, в сами позвонки. Взяли поближе. В позвоночнику по-русси. В ту сторону их поставили. Движение одновременное. То есть, эта рука является рычагом. Ну, ножик поровнее. У меня не всегда в мою сторону голову. Разворачиваем. И вот, небольшой нюанс. Мы начали движение, ну, весь массаж с раскачивания таза, да? И желательно, ну, там у нас всякие будут раскачивания. И такие, да? И вот такие вот мы делаем. То есть, мы постоянно его раскачиваем, да? И руками мы вот так вот раскачивали. И здесь мы тоже его раскачиваем. Дело в том, что, когда мы раскачиваем таз вот так, достаточно спокойно, медленно, да? Он очень хорошо расслабляется. Расслабляются вот эти вот мышцы, которые часто, часто очень тяжело расслабить даже массажем. И вот в этот момент, когда мы работаем с лопаткой, мы также вот постоянно ее покачиваем. А эта рука делает свое дело. Вот тут хорошо, снова, где повторяешь нашу беремень, да? Точки прошел. И постоянно раскачиваем таз. И вот как уже получается наша усовершенственная техника. Потом опускаем руку и от отработанной зоны уводим лимфу вот всю вот туда, под мышку. Тут расположены круглые мышцы, их тоже не забываем. Также проработали отдельно, да, были опарды, шестереночки. И все, отводим туда, сливаем теперь по ребрам всю эту лимфу и кровь теперь сверху вниз гоним. Это мы закончили обработку всей зоны, в данном случае левой, да, отыгодицы до плеча. По ребрам уходим, растрескаем ребра вот так вот между ними, да, стараемся развести их пальцами, избавляя человека от нежреберной невралгии. Любую отработанную зону мы заканчиваем простукиванием. Стучим, соответственно, по крестцу можно стучать, по плечам можно стучать, по хребту можно стучать, а все остальные кости не простукиваются. А здесь мы стучим по реберно-поперечным сочленениям. Бережем почки, здесь как бы промахиваемся, да. Ну вот лучше начать с мягкого места, чтобы человек не пугался, какого-то сразу удара, да. Лучше с какого-то мягкого места начали. Постучали. Стучать можно, соответственно, расслабленный кулачок, который не полностью сжатый. Хлесткий удар получается. Жесткий кулак. Прямо вот так вот, не бойся, не бойся, вылечим себя. Потом шлепки. Все движения, видите, вот такие вот, скатывающиеся вниз. До этого мы гнали голову вверх, теперь все вниз, все уходит. Успокаиваем человека. И такие вот проводки, потряхивающие. То есть мы не просто трясем кожу, да, вот так вот. А захватили за какой-то мышечный блок, да, и от начала мышцы до конца ее протянули. Вот, видите, вот, протянули. Протянули все вниз. Эту зону мы закончили. И дальше перейдем к массажу шейно-бротяковой зоны и головы. Дорогие друзья мои, если вы настолько смотрите, то зря вы это делаете. По видео все равно многое непонятно, многие нюансы не учтены. Они либо забывают, либо уходят. Но на практике мы все это понимаем, отрабатываем здесь, да. Поэтому приезжайте к нам на практику. Олег Алабудин вас всему научит. Звук шейно-бротяковой зоны. Звук шейно-бротяковой зоны.